Мороз и солнце По Хабаровску, по Владивостоку Люди, которые умеют делать технику И знают, как ее применять в суровых климатических условиях И поэтому мы сегодня с ними немножко покатаемся Я вам покажу, на какой технике они ездят Как они форсируют разные препятствия Я думаю, что это будет интересно Дорогие друзья, рядом со мной Сергей, Сергей Яковлев Это достаточно легендарная личность в узких кругах Это человек, который с основания в клубе Норд Трофи И сегодня он нам расскажет о клубе Расскажет немножко о крае Где они ездят, как они ездят Куда планируют поехать И почему вот эта замечательная, интересная машина На базе Сузуки и Скуды Имеет третий мост Клуб наш начал свое существование в начале 2000-х годов Все начиналось с обычных стандартных джипов Но потихонечку начало перерастать колеса Больше, 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 больше Ездили в принципе везде Вокруг города мы все объехали Все, что реально было Но так как колеса не позволяли ехать туда, куда мы хотели Нам пришлось расти Соответственно, машину нам пришлось перестраивать По техническим данным очень много требований То есть мы сами это прекрасно поняли Что надо переделывать, надо усиливать А потом у нас появилась одна машина Мы чисто случайно увидели колеса Которые нас очень заинтересовали Низкого давления Пробовали и одну фирму, и другую фирму Остановились в итоге на автороссе практически все Ну не все могут себе позволить перестроить машину и тому подобное Ну начали строить, потихоньку ездить И поняли, что гораздо это лучше Почему? Потому что Ну, меньше приходится ребяткой пользоваться Это раз Машина дольше едет и дальше едет И места стали новые узнавать И рыбакам помощь делать И спасательные экспедиции у нас были И людей спасали И технику спасали Кто на чем остановился Ну в итоге поняли, что в любом случае Два моста это ни о чем Потому что запас топлива надо большой убрать В принципе зима холодная и длинная Бывает такое, что уезжаешь и на месяц, и на два Ну в среднем у нас все поездки недели А топливо надо везти Потому что тебе его никто не привезет Заправок нету Потому что дорог нету Есть только направление Ну поняли, что все-таки приходится переходить к трем мостам Покупать технику Ну, для кого-то дорого Для кого-то дешевле построить Ну и третий мост В принципе, третий мост Только все переходят на то, что Крузоподъемность Соответственно, объем салона Ну и соответственно, прохождение машины гораздо увеличивается Почему Suzuki Iskudo? Я сам ездил очень долго на Iskudo На стандартном С него все начинал Машина показалась тем, что она легкая Максимальных переделок не требует В принципе, на стандарте она ездит довольно-таки неплохо Но ту машину, которая у меня была, мне было жалко Резать и переделывать Ну, как-то мне городская машина нужна была еще А здесь подвернулся в Иран Документы, Iskudo, ну, Iskudo с документами Все пошло с этого Был он вначале четырехколесный Маленький такой пикап Ну, в принципе, показал себя очень хорошо Я остался техникой доволен Ну, а потом вот созрел все-таки на три моста Потому что была у нас экспедиция в 2011 году И я, в принципе, машину готовил под этом Но я ее не успел приготовить Потому что я готовил другую машину еще параллельно Это у нас Prada 78-й, который съездил на авторосах Вот метр двадцать, который Он своим ходом сходил у нас в Магадан, Камчатка Петропавловск-Камчатский С Петропавловска до Владивостока Пароходом, потому что, ну, по морю мы еще не умеем ездить И там не замерзает А с Владивостока он вернулся в Магадан своим ходом У него общий пробег получился 9 тысяч километров Сереж, смотри, у одного из членов клуба есть трекол На наших колесах Буквально несколько слов расскажи Это трекол или это уже не трекол? Трекол осталось, по сути, только название И кузов с рамой Все остальное, вся начинка, то есть Вся трансмиссия, мотор, управление и тому подобное Все осталось японского производства Правда, не новое, БУ Потому что нам проще это приобрести БУ, чем купить новое Хотя хозяин трекола позволяет себе покупать новые вещи В Москве стоят сафари, ну, европейское название патрол Мотор 5L Toyota, автомат, механика и раздатка Все это соединено все вместе Жестко, без всяких карданов, без ничего То есть это единый агрегат получился, цельный Есть завод у нас, который нам помогает Ребята сами с нами катаются Ну и помогают нам, соответственно Дают чертежи, все изготавливают, в принципе И термичка есть, и все есть Ну, есть погрехи, но тем не менее учимся на ошибках А трекол почему переделали, потому что когда машина пришла Ну, во-первых, у вас мотор Во-вторых, механика Мы все предпочитаем здесь передвигаться по бездорожью только на автоматах Еще в 60-е годы Грачев и тому подобное Они писали статьи, есть книги, описание Что тогда еще было гидромеханические коробки Что они делают более плавное движение Меньше срывов грунта То есть колеса меньше срывают грунт Поэтому, а у нас у них уже есть эти автоматы И нам это проще У нас практически 90% города ездят на автоматах Поэтому мы на этом и остановились Поэтому на треколе мы поставили сразу уазовский мотор Удалили, поставили дизель Потому что водные преграды и бензиновый мотор не всегда вывозят это Сразу же поставили ему автомат Ну, а чтобы не мудрить там с редукторами и тому подобное Чтобы как-то крутить эти колеса Нормально крутить, скажем Чтобы машина могла спокойно 100 км пройти по асфальту По грунтовой дороге, по нормальной Это же все равно двигаться надо И с нормальной скоростью Он идет спокойно 80-90 То есть его реальная скорость Хотя есть ограничения для этой техники Там не более, по-моему, 60 км в час Но тем не менее, где-то на каких-то участках Машина идет довольно-таки хорошо, уверенно И, в принципе, мой агрегат точно так же уверенно, спокойно идет 70-80, для него больше и не надо Какие вообще планы у Норд-Трофина в ближайшем... Ну, на ближайший месяц, так как я только выехал на нем Грубо говоря, идет обкатка машины И подготовка к экспедиции Может быть, ну, ноябрь, не знаю Декабрь, наверное, будем дорогу пробивать Есть у нас такая бухта мелководная У нас все рыбаки туда ездят На рыбалку, это 100 км от города Очень пересеченная Перевал, тундра, переметы Ну, дорога такая довольно-таки сложная Вдоль речки идем Налегей очень много Приходится объезды искать Ну, опять же, нам-то без разницы Мы-то едем... То есть мы знаем, что нам туда надо И мы едем Но мы еще стараемся делать дорогу Для стандартных машин То, что на бухту бывает, приезжает... Ну, бухта очень большая Гораздо больше, чем вот где мы сейчас находимся Это бухта Нагаева А там бухта залив Адян Бухта сама мелководная Туда приезжает до 500 машин Ну, бывает больше, бывает меньше Все зависит от дороги Ну, и мы стараемся Ну, как-то Сами рыбаки Ну, и стараемся людям помочь Чтобы люди добирались Я слышал, что сейчас у вас планируется экспедиция В 2016 году Буквально пару слов Январь месяц, да Как-то сидели С дружной толпой собрались Компании посидели Ну, и решили сделать еще одну экспедицию Повторить Но мы хотим повторить ее туда и обратно То есть, за один промежуток времени зимнего То есть, не так, что А именно туда уйти, до Петропавловска И этой же дороге вернуться назад Есть одна проблема Почему? Потому что летом нереально проехать Потому что, ну, речки глубокие и горные Планируется ехать двумя машинами То есть, на моей И у нас будет совместный экипаж Дальневосточный То бишь, две машины Одна моя, Магадан А вторая, Владивосток Прада 78 Тоже на авторосах На таких же 1200 Человек уже покатался там Но у них там снега нету В Владивостоке такого, как у нас Но по болотам он поездил Они остались там все очень довольны Потому что у них там никто на таких колесах не ездит Она там, ну, как Она не нужна, потому что у них болот нету Таких, как у нас И снега нету такого Ну, это планируем Сейчас, в декабре месяце, должна эта машина прийти сюда Будет обслуживание, тестирование И все, в январь месяц мы уезжаем Где-то 15-20 числа Дорогие друзья Ну что же, мы пожелаем удачи Участникам этого интересного, я надеюсь, пробега Пожелаем, чтобы все машины прошли тот путь И вернулись обратно в целости невредимости Ну и, конечно, колеса авторос не подвели Сереж, я желаю удачи Ну, будет интересный фото-видеоотчет, будем рады Спасибо вам большое Отслеживать нас можно будет Будет оборудование стоять Потом будут ссылки на сайт И можно будет нас отслеживать полностью по маршруту Скорость передвижения, остановки и все остальное Друзья, смотрите эти интересные видео на сайте Норд Трофи Клуб Ну, а также на канале Авторос Продолжение следует...